всем привет дорогие друзья вы опять на канале алекс болдуин у нас сегодня вот такие вот небольшие бандероли как вы видите здесь различные находятся кабеля usb для синхронизации данных мобильного телефона и для их зарядки который подходит к различным телефонам что-то мне пришло сейчас что-то уже пришло чуть раньше но суть не в этом хотелось бы немножко их проверить вот таким usb тестером или вот этим или этим попробуем два вида и насколько они скажем так хороши вот эти вот кабеля все заказу которые последние заказчик или продавец обещает мне что они 2 амперные длина их не от полутора до двух метров я брал очень длинны давайте уберем час лишние и попробуем их проверить вставляем наш тестер обнуляем его чтобы вам видно было по 0 так давайте берем пока бандероли будем по одной и проверим ну скажем так те повседневные уже кабеля которые я использую и потом начнем уже всех других так чтобы удобнее видно было да так вот в качестве нагрузочника возьмем мой планшет xiaomi mi pad и будем его проверять сожалению вот такие вот кабеля в такой оплетки они немножко иногда им приходит кардык если вам видно здесь покажу видите на дло уже видно оболочка поэтому все остальные кабеля которые вы видите чуть позже я заказал уже в такой скажем волокнистая оплетки длина их всегда я брал длинные как вы видите вот я вдвойне вам покажу вот так вот здесь два метра сюда и начнем по-быстрому их проверять и смотрим данные смотрим данные аккумулятор стал на начал сразу же заряжаться до показывает вольтаж если вам видно но показывает не показывают ампираж вот пошел ампираж прыгать на 30 так давайте попробуем через вот этот избитых расширном покажет этот тестом также втыкаем и смотрим нас интересует ампираж вот вы видите да ампираж вам видно вот так вот вот так вот он должно быть видно свыше 1 ампера но если нагрузка была здесь больше он естественно как бы это самое то есть два ампера свои заявленные 1 ампер и выше он держит так убираем этот кабель это повседневный кабель фирмы бэндом он служил свой срок ну скажем так год он отработал повседневной зарядки всегда его беру везде также как и видеокамеру следующий у нас вот кабель от фирмы samsung он шел с мобильным телефоном самсунг также мы подключаем к планшету и смотрим что же нам будет показывать 0,90 и все давайте обнулим данные не доходит до 1 ампера что же нам покажет этот тестер если вам видно прыгает вольтаж ампираж обнулим давайте попробуем другое гнездо в качестве блока зарядного устройства мы используем давайте я вам покажу вот такой блок фирмы arica так вот если вам видно вот здесь вот описано arica который я использую повседневно дома в домашних условиях к сожалению здесь почему-то он его показывает еще меньше непонятно больше 30 больше 50 не показывает так давайте другой берем вот еще один из повседневных моих кабелей для синхронизации этот шел в комплекте вот с этим планшетом давайте посмотрим что он из себя представляет тоже его использую повседневно заряжаем планшет планшет заряжается очень быстро ну как видите сразу же 1.45 если вам видно давайте покажу вам поближе 1.41 1.45 1.45 вот такой шел в комплекте вот с таким вот планшетом так вот такие вот маленькие вот такие вот маленькие для синхронизации шли у меня с зарядными устройствами в комплекте ну кабель короткий сами понимаете чем длинче кабель тем больше потери давайте посмотрим через этот юсб тестер что он из себя будет представлять вообще ничего то есть он его не заряжает я так понимаю да он даже не подходит значит он для совсем других целей для зарядки он не используется давайте другой попробуем большое количество кабелей что-то идет для зарядки что-то идет для синхронизации с телефоном или с компьютером что-то подходит что-то нет скорее всего это тоже как видите нет начала прыгать если вам видно выше 30 не поднимается давайте попробуем вот этим тестером что же нам выдаст этот а этот показывает 1 ампер как видите 99 видно то есть это для зарядки довольно таки неплохо но разные тестеры не могу понять почему такие разные характеристики так что поехали дальше это такой же шнур фирмы benton мы только что черный вам показывали я тоже его использую очень часто к сожалению вот эти вот соединения которые они очень часто выходят из строя но этот еще пока не сломался вот он сам по себе он очень неплохой хороший так вот есть вот такие два но самое что интересно вот эти кабеля мне пришли в подарок и они предназначены для телефонов для айфонов видите у него двухсторонние разъемы вот такой вот заказывали мне подписчики и их пришло один пришел в подарок а другой забрал подписчики так до сих пор скажем так он валяется убираем его в сторону вот такой вот еще один у нас есть шнур который пришел совсем недавно стоимость его по моему в пределах двухсот рублей длина его полтора метра довольно таки плотный кабель такой брал я его естественно для повседневного использования в рабочих условиях длинный чтобы можно было где-то в поезде там запитаться или еще где-либо давайте посмотрим что же из себя представляет подключаем все так же к нашему нагрузочнику и смотрим длина его 2 метра если вам видно вольтаж вам видно да ампераж застыл на месте 0,36 но ради интереса мы просто не можем же не проверить его вот этим тестером так смотрим что у нас здесь здесь все воткнули плотно длина его 2 метра здесь тоже самое показывает друзья мои 0,35 0,40 меньше 1 ампера к сожалению такие шнуры мы сразу же убираем в сторону так что у нас дальше 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 скрываем такую дорожку да здесь к сожалению не шло здесь пришел сам само зарядное устройство заказываем давайте посмотрим заказываем двухпортовый двухпортовый но фишка в том что здесь есть табло табло которое указывает саму зарядку давайте воткнем и вы посмотрите это видите он сразу же показывает вольтаж два порта ну как нам заявили оба двухамперные давайте попробуем 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 ну вот этот черный который нашел с планшетом что же покажет сам блок зарядного устройства с первым показывает вольтаж потом он должен переключиться на ампераж вот он переключился синий светодиод загорелся показывает 1.66 если вы помните там характеристики были примерно такие же 1.50 1.60 то есть этот шнур тянет 2 ампера давайте другой воткнем сперва горит зеленый показывает вольтаж если вам видно потом переключается на синий светодиод и показывает он ампераж ампераж вот видите то есть нам не нужен даже usb вот к этому который нам немножко не понравился что же показывает этот блок зарядного устройства встыкаем смотрим вольтаж теперь переключился он меньше 1 ампера нельзя точно так же как показывал предыдущий usb тестер естественно такой шнур сразу же подальше в помойку скажем так так поехали дальше дальше у нас такой вот кабель пришел мобайфон кабель фирмы rockspace к сожалению заказывал я его не для себя для своих подписчиков вот такой вот у него логотип такая вот скажем так визиточка он предназначен для айфона у нас сейчас нет наличия айфона мы их не используем ну шнуры я вам покажу вот такая вот оплетка хороший шнур это уже не первый раз я беру эти шнуры у меня просят дополнительно заказываю для своих скажем так друзей стоимость его 200 рублей 200 с чем-то с копеек 237 как я сейчас вот вижу вот такой вот шнур друзья мои нужно сейчас возможность проверить хорошую упаковку и все кто его уже брал у меня через меня все говорили будут убираем его в сторону по-моему их должно быть даже две штуки да вот еще один как вы видите длина его два метра мораль двухметровый тоже чтобы использовать ну подальше от зарядного устройства шел вот такой вот видите оплёточки очень длинный хороший такой вот упаковки ссылочку я скину кому интересно всем советую что используют айфоне пришли они быстро и по-моему даже доставка была по россии следующие вот у нас два пришли вот с такой вот брошюркой где продавец просит чтобы я оценил его товар по пятибалльной системе тогда за это мне будет бонус кто возьмет билеты в пачку тот получит водокачку скажем так поставьте им пожалуйста 5 баллов за мой товар ну что давайте вскроем и посмотрим этот кабель в фильме тяги давайте посмотрим что же выдает у нас этот тестер давайте отключимся опять обнулим и посмотрим если вам видно да видите 1.15 да 1.15 ну 1.20 разные характеристики да теперь на нашем новом зарядном устройстве 0.45 1.60 что 1 порт 0.45 1.50 самое что интересно непонятно пока давайте попробуем вот такой вот эксперимент возьмем этот же USB тестер и воткнем прямо его в зарядное устройство сюда что покажет он здесь нам здесь показывает 0.46 1.37 здесь 1.27 но идет потери естественно здесь показывает здесь показывает 1.26 так вот ну а если еще использовать вот этот вот вот так вот видно да сразу же побежала шкала ампираж естественно шнур сам по себе очень длинный поэтому если его по всей длине растянуть ну не думаю что будут такие большие потери из-за длины да потери будут как видите разные характеристики показывает ну что друзья мои в заключении могу сказать что у всех шнур разные характеристики да вот еще один остался один кабель последний да фирма вот такой давайте проверим его последний чтобы вас сильно не утомлять закончим наше тестирование полтора метра длина этого кабеля вот такой вот логотип если вам видно вот такая оплетка как удав по цвету как видите такой очень плотный толстый давайте его сперва попробуем через наше новое зарядное устройство очень плотненько приходит и посмотрим что же он нам покажет 165 166 давайте другой порт чтобы заодно проверить наш наше зарядное устройство то же самое 164 то есть оба порта хорошо выполняют свои функции теперь через я честно говоря всегда пользовался вот этим вот usb тестером и всегда он меня как бы очень радовал не знаю почему сейчас он выдает такие погрешности побежал ампераж может быть просто необходимо ему дольше времени думаю давайте попробуем другой порт порт скачет вольтаж ампераж выше 40 не поднимается ну что нам покажет вот этот usb тестер так давайте обнулим пожалуйста вот мы полностью обнулили его сейчас посмотрим 124 больше одного ампера показывает но может быть надо было просто больше взять нагрузку но к сожалению сейчас нет нагрузочника мы используем вот такой вот девайс мощность аккумулятора здесь 6000 миллиампер час к сожалению мы не можем увеличить мощность ну рубль двадцать как вы видите он показывает не будем вас долго мучить нашим вот такие друзья мои такие вот кабеля смотрите сами что-то может быть вы уже сами приобретали вот из всех которые я конечно не понравился вот этот вот кабель вот они в таких упаковках пришли фирма теген делюкс неплохие стоимость их 200 рублей 200 рублей ну и длина различная я заказывал себе двухметровые два вот этот вот удав полутораметровый и понравился мне из моих старых скажем так кабелей который шел в комплекте вот с этим планшетом он уже используется два года и пока ну ну все всем пока пока мы вам показали небольшой обзор смотрите сами выбирайте сами на алиэкспресс довольно таки много различных кабелей остается только их протестировать и выбрать для себя самые лучшие всем пока подписывайтесь на канал алекс болды ждем вас на нашем канале и